Четыре жительницы Шимкента с начала года пострадали от рук псевдокосметологов. Вместо желаемого результата женщины получили шрамы. Теперь им предстоят новые траты и уже на миллионы, чтобы переделать работу непрофессионалов. Кому нельзя доверять свое здоровье, расскажет Анастасия Новикова. Айсулу давно мечтала увеличить губы. Обратилась к косметологу, которого нашла в интернете. Говорит, у врача были хорошие отзывы. Вот только уже лежа на кушетке, девушка поняла, что что-то пошло не так. Обезболивающее не подействовало. Введение препарата показалось настоящей пыткой. А уже через несколько дней на губах вздулись болезненные шишки. Девушка до сих пор не может полюбить свое отражение в зеркале. Я написала косметологу. Она сказала, что надо выкачивать препарат. Мне разрезали все губы, выдавливали без обезболивания. Это было страшно больно. Деньги мне, конечно, вернули, но эти ощущения я не пожелаю никому пережить. Жаловаться я никуда не стала. По словам специалистов, жаловаться нужно. Иначе наказать таких врачей будет невозможно. Ведь в фармконтроле проверку инициируют только после обращения полицейских или пострадавших клиентов. С начала года в департамент поступило 4 жалобы на некачественное оказание косметологических услуг. Женщины хотели изменить форму бровей, сделать блефоропластику, убрать брыли и удалить бородавки. Вот только вместо желаемого результата получили гноящиеся швы, шрамы и перекошенное лицо. После проверки выяснилось, что у некоторых косметологов не было ни сертификатов, ни лицензии. Медсестра без сертификата, медсестры по косметологии, сама оказывала такие косметологические услуги, которые как бы должны были быть под контролем врача, дерматокосметолога. Она не имела ни лицензию по показанию медицинской деятельности, она не имела сертификат. И заявительница написала на нее, что вот она ей оказала некачественную помощь косметологическую. Штраф за отсутствие сертификата смешной всего 15 тысяч тенге. За отсутствие лицензии 25 тысяч тенге. Получить компенсацию женщины смогут только в суде, говорят адвокаты. А некомпетентного косметолога может ждать реальный срок. Он, конечно, будет им очень большой. Год, два, три. Но это как бы практика такая есть, я слышал о таких историях. Всегда надо заключать договор. Договоры прописывать, что должно сделать клиника. Причем я вам скажу, что все солидные клиники мировые, с кем я видел, делать не у нас. Они везде заключают договор. Там четко прописана ответственность какая возможна, какие последствия возможны. Какая ответственность даже за этим человеком, которому делают операцию. Но у нас договор не составляют. Поэтому, говорят специалисты, требуйте чек или отправляйте оплату переводом. Обращайте внимание на наличие лицензии и сертификата. А еще не стоит обращаться к непроверенным специалистам и к тем, у кого заниженные цены. Ведь, как говорится, скупой платит дважды. А на исправление последствий процедуры за 50 тысяч тенге могут потребоваться миллионы. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро Шимкент.